40 лет в библиотечной системе, из них 25 на должности руководителя. Раиса Брюнина возглавляет Центральную городскую библиотеку в самый продолжительный период времени. Труд не раз отмечался грамотами, благодарностями, размещением фотографий на городской доске почета. И у нас в советское время, вот многие жители, наверное, помнят, вот та же доска почета, она была на другой стороне этой же улицы на площади, вот где сейчас остановка, там тоже была доска почета. И вот, кстати, может быть, не скромно прозвучит, но моя фотография тоже была там представлена, где-то в 86-й, может быть, в 88-й тоже. Вот в свое время я была выдвинута вот на эту доску почета. И тоже люди стояли на остановке и смотрели на заслуженных людей города, которые были представлены на это, и старались как бы равняться на них. Традиция в Маршанске возобновилась в 2018 году в числе лучших людей, которые внесли весомый вклад в развитие города, имя Раисы Брюниной. Ну, мои эмоции были приятны не за себя лично, а приятны за то, что наша такая скромная профессия была как бы отмечена нашей городской властью, нашими жителями города. И вот в моем лице было выдвинуто на городскую доску почета. Это было вот именно приятно, что вот нас не забывают, нас чтут работников культуры. Говоря о скромной профессии, Раиса Михайловна явно поскромничала. На первый взгляд, простая специальность библиотекаря обязывает ко многому. По сравнению с другими работниками культуры, может быть, мы меньше на виду, и мы всегда считаем, что наш труд, он нужен, он, как бы сказать, нужен для нашего жителя города. Ну, не знаю, вот мы как-то воспитаны так, что наша профессия всегда скромная считается по сравнению с другими. Сегодня роль к библиотекам вообще возросла, вообще во всей стране. Как бы было одно время какое-то забвение. Сейчас возрос спрос на ту литературу. В связи с чем он связан? Это связано с тем, что мы вернулись опять в системе образования к написанию сочинений, к изучению тех произведений, которые заслуживают внимания, чтобы все их знали. Вот, как бы сказать, принудительно, но это прививает любовь к чтению. У Раисы Михайловны любовь к чтению с самого юного возраста. Не зная, как книги детских писателей советских времен увлекали и открывали новые горизонты. Любовь к книгам через всю жизнь. А недавно прочитала книгу Игоря Озорнова «Маршанск. Под покровительством Святой Троицы». Мне, как жителю Маршанск, очень книга понравилась. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто помог издать книгу. Большое, конечно, спасибо автору. Очень много там проработанного материала. Я вот, несмотря на то, что трудновато, может быть, немножко для обычного читателя, но я с большим удовольствием прочитала. Очень много материала в голове, все немножко перепуталось. Вот даже начну второй раз читать. Я много читаю таких и художественных книг. Метлицкой вот почти все прочитала. Что еще прочитала? Прочитала всем известного Шевкунова. Книга тоже такого православного направления, все ее знают. Вот очень тоже интересна книга. Библиотеки свой век не изжили, уверена, директор Центральной городской библиотеки. Все больше людей возвращается к печатному слову. Ну а для Раисы Михайловны однажды выбранная профессия стала единственной и любимой. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Продолжение следует...